В Самаре продолжается реализация проекта «Региональный центр поддержки председателей Советов МКД ТСЖ ТСН ЖСК «Мой дом», инициированного губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В областном центре проходят семинары-тренинги для управляющих домами. Глава Самары Елена Лапушкина выезжает на проблемные точки и проводит встречи во внутригородских районах, в ходе которых жители могут сообщить о своих пожеланиях. В администрациях районов замечания отрабатывают. Сквер имени Ольги Санфировой благоустроили в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». В ходе общественного голосования люди выбрали эту территорию для благоустройства. В сквере сделали новые пешеходные дорожки, клумбы, спортивную и детскую площадки, установили малые архитектурные формы. Жители района на встрече с главой Самары высказали ряд замечаний. Хотели установить дополнительно садовые скамьи, дополнительное освещение, потому что темновато было на детской площадке. Также жители очень беспокоило, что с собаками гуляют на территории и детских площадок, и на территории газонов. Поэтому попросили установить дополнительно таблички, что выгул собак запрещен. Все пожелания были выполнены. Сквер пользуется популярностью. Все уютно, так приятно посидеть. Вечером много родителей с детьми гуляют. Птичка. Я сама с внуком здесь гуляла, глубже ходили, кормили. Площадка здесь очень хорошая, чистая, аккуратная всегда. Покрытие здесь сделали для детей, очень удобно. Мне здесь нравится. Пешеходный тротуар также привели в порядок, как и бульвар по улице Революционной. Там появились вазоны с цветочными композициями. Приятно нас удивило, что такую-то аллею нам сделали, где мы теперь гуляем. И с детьми гуляют, и наши старички гуляют. Потому что у нас территориально, в общем-то, такие зоны отдыха далековато находятся. В парке нужно идти долго, ехать. Здесь вот, в общем-то, мы прогуливаемся каждый день. Жители железнодорожного района высказали 45 замечаний. 23 уже отработаны, 7 находятся на постоянном контроле. Проект «Мой дом» находит положительный отклик у жителей внутригородских районов, потому что позволяет решать вопросы на местах при тесном взаимодействии с органами власти, ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями. Михаил Ермоленко, Юлия Василькина, Василий Колдашов. События.